Добрый день! Меня зовут Кузнецов Павел Андреевич, я врач-кушер-гинеколог перинатальный центр 24 больницы и один из авторов проекта Труджин. Сегодня хотел бы вам рассказать немного об обвитии пуповины. Проблема достаточно частая и могут разлуки, когда женщина видит такое заключение обвитие пуповины шеи и плода, сразу становится страшным. Что у ребенка на шее что-то намотано, что его сейчас что-то задушат. Женщины пугаются. Постараюсь вас успокоить, я надеюсь, что после того, как вы послушаете меня, вы не будете уже этого пугаться. На самом деле пуповина это достаточно длинная такая структура. Как вы понимаете, пуповина это то, чем ребенок крепится к плаценте. То есть через что ребенок получает питательные вещества, кислород и выводит в маму свои продукты распада. То есть мама заменяет ребенку внешнюю среду, как взрослого человека. То есть через нее все поступает, что ему необходимо, и выводится обратно все, что ребенку уже не нужно. Пуповина, соответственно, очень важный орган. Очень важно, чтобы постоянно через него шел кровоток. Как в обе стороны, как в плаценте, так и обратно. При этом для того, чтобы сосудики пуповины нельзя было сжать, есть защитный механизм. Во-первых, эти сосудики окружены таким густым желеобразным веществом. Оно такое, как густой-прегустой холодец, называется вардонов студень. И если даже мы эту пуповину сожмем механически, то он сразу же очень быстро расправится. Будет удерживать эту пуповину от сжатия. Соответственно, это один из защитных механизмов. Ну и второй самый важный защитный механизм, то что ребенок вообще находится в воде. Он плавает там в воде. И, соответственно, прижать что-то физически ему крайне сложно. Потому что для того, чтобы что-то к чему-то прижать, надо зафиксировать это в каком-то статичном положении. А ребенок плавает. Он не находится в постоянном зажатом каком-то статичном положении. Соответственно, так как ребенок постоянно крутится и вертится, безусловно, есть вероятность того, что ребенок намотает каким-то образом на себя эту пуповину. Ну, чаще-часто пуповина обматывается вокруг тела, вокруг конечностей. Ничего в этом страшного нет. Мы больше пугаемся, когда там, вот видите, вокруг шеи плода происходит. Потому что размотаться в этой ситуации ребенка сложнее. Оно настолько хорошо на шее фиксируется, это петель, поэтому он там может и оставаться. Сразу скажу, что ребенку давление на шею, ничего не страшно, ничего с ней не произойдет от того, что у него на шее эта пуповинка там намоталась. Особенно, если это там один-два раза вокруг шеи, то ничего страшного нет. Ребенок плавает в воде и, соответственно, с давлением никакого там серьезного не происходит. Кроме того, ребенок, как вы понимаете, не дышит, пока ему еще это, в общем, все не очень-то нужно, чтобы у него тарахея нормально работала. Но из давления, собственно, никакого нет. Эта петля пуповины затянется только в тот момент, когда головка уже родится в конце родов, уже когда головка родится, плечики еще будут внутри. Но в этот момент мы уже эту петельку можем снять спокойно с шеей. Пуповина достаточно длинная, чтобы ребенок спокойно мог родиться с этим обвитием, и никаким образом это ему не помешало. Половина всех детей рождается с обвитием. Очень много. Каждый второй. Реально волноваться мы начинаем, когда мы видим 3-4 обвития, 3-4-4-кратное обвитие вокруг шеи плода. Ну, 5-кратное. Даже, да, из-за того, что 4-5-кратное обвитие пуповины вокруг шеи плода, мы иногда даже делаем какие-то сечения. Потому что мы боимся, что в родах действительно эта петля натянется и помешает ребенку родиться. Но это не значит, что ребенок как-то пострадает внутриутробно. Внутриутробно он, кстати, может совершенно спокойно жить. А вот в родах, когда у нас есть обвитие, мы, безусловно, будем контролировать сердцебиение малыша, когда он будет рождаться. И если мы увидим какие-то признаки его страдания, что значит петля где-то прижимается, что-то кровоток нарушается, то, соответственно, мы план родов пересмотрим. Мы его сделаем или в родах кестре в сечении, или вмешаемся каким-то другим образом. Но, по большому счету, чтобы вы понимали, когда в родах мы видим какое-то нарушение состояния плода, мы видим страдания ребенка, или, как мы по-научному говорим, дистресс плода, мы понимаем, что ребенку что-то не так. Но в родах нам некогда разбираться, что у него конкретно не так. Наша задача максимально быстро род разрешить. Нам надо, чтобы ребенка тогда максимально быстро родить. И, соответственно, с такой стороны мы вмешиваемся, мы делаем кестре в сечении. Или иногда, например, если головка уже совсем находится на выходе, мы делаем вакуум-экстракцию плода. И уже иногда после рода сречения мы понимаем, почему ребенок себя плохо чувствовал. Например, у него был обвитие многократный. А нет, я не поймем даже почему. Но наша задача не зависит от причины. Мы понимаем, что ребенок страдает, нам надо максимально быстро его извлечь. В целом, обвитие буповины во время беременности, еще раз резюмирую, бояться вообще не надо. А в родах мы начинаем бояться, когда у нас обвитие многократное. Когда мы видим 3, 4, 5 петель. Тогда мы ситуацию обсуждаем. И иногда даже из-за этого мы принимаем решение о планном операции кесарь-сечении. Но одно-двукратное обвитие буповины бояться точно не стоит. Удачи вам и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин